Идиотизму российской власти нету предела. В Совете Федерации заявили, что они могут создать меры для уехавших россиян, которые сделают их нахождение за рубежом менее комфортным. Воистину в Российской Федерации всемогущая власть, она может испортить жизнь своим гражданам не только внутри России, но даже тем, кто покинул страну. Звучит как самый страшный лозунг. Вы будете страдать, потому что вы россияне. Между тем, посыл власти вполне себе конкретный и понятный. Они собираются создать трудности. Простите, с какого перепуга? Что эти люди нарушили? Какие статьи административного и уголовного кодекса они приступили? Они как граждане России правомочные ехать в любую страну. Напротив, российская власть создала им настолько невыносимые жизненные условия, что они были вынуждены оставить свой дом, свою улицу, свою страну, свой язык, свою культуру, свой быт, близких людей ехать, черт его знает куда. Потому что власть просто не оставила им других вариантов. Они не могут мириться с этим курсом и с политикой, которую проводит федеральный центр. Между тем, есть очень серьезная цитата сенатора Совета Федерации, видного представителя партии Единая Россия, господина Клишца. Послушайте. Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях. Дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы? Какие интересные обороты речи. Речь не о коррупции идет, а о гражданах, которые добросовестно трудятся, приносят экономике пользу. Которые позволят работать там, а деньги получать отсюда. Такие схемы. И можем ли мы понять, платят ли они налоги или не платят. И сам себе отвечает на вопрос. Можем. Слушайте, ну хорошо, что у Клишца хватает извилин в башке, потому что идиоту понятно, что работодатель принудительно удерживает из зарплаты работника сумму налога. Потому что на нем лежит обязанность уплачивать эти налоги в органы. Это, в принципе, хитрая схема власти. Они давным-давно к этому пришли, чтобы гражданин не ощущал этих денег, да, не отдавал их самостоятельно. Потому что он будет считать эти налоги и говорить, ё-моё, вот эти деньжища, на что они идут, да. А здесь это из его поля зрения выводят. И работодатели делают без него. Такая вот хитрая схема. Там помимо налогов, ещё и отчисления в различные фонды, сборы и так далее. Там включая штрафы и всё остальное. Вот такая вот интересная схема, да. А у Клишца, конечно, об этом не знают. Ну а с чего ему знать? Он же не сенатор Совета Федерации, да. Между тем, если вдолгу смотреть стратегически. Ну, допустим, Клишца и Совет Федерации так сделают. А что они добьются? Ну, мы же получим абсолютно обратный эффект. Продолжение следует...